Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что, руководитель Уволкерия считает, что XRP ETF будет одобрено раньше, чем ETF для Ethereum. И это довольно-таки крутое мнение и крутая новость. Также мы поговорим сегодня, что будет с XRP, если биткоин достигнет 100 тысяч долларов. И также, как XRP сможет дать 100 иксов с помощью ETF Premium. И мы поговорим о том, какова эта реальность и его цена. Сможет ли действительно в этом плане мы увидим 5 долларов, а то и даже 500 долларов за XRP. Но также, что касается рынка криптовалют, то в последнее время стоит от них, что сейчас биткоин опять вернулся выше 70 тысяч долларов. На рынке все присуща, кстати, жадность. Я бы не сказал, что сейчас уже есть какой-то страх. Я бы сказал так, что криптовалюты, которые имели коррекцию, и именно криптовалютный рынок, который ее давал недавно, многие, кстати, выкупали падение и покупали там Ethereum по 3 300, биткоин по 65, XRP там около 60 центов пытались купить. И на самом деле, то есть так, как ни крути, то есть на самом деле люди покупают. Ну, определенно перегретые инструменты, которые дали уже там 5 иксов и больше, люди, как по мне, продают и, значит, заходят в те монеты, которые себя не особо показали. Ну, и среди них, естественно, XRP. Если мы говорим про XRP, то психология сейчас такова, что люди имеют надежду, то, что, значит, восстановление XRP вполне себе возможно. Но также сейчас мы проходим, значит, конечно же, этап рынка на Ripple XRP именно неверия, да. То есть есть и надежда, но и в то же время закрадывается неверия, то, что вряд ли XRP сможет пойти даже выше, да. Поэтому на самом деле сейчас ситуация двоякая, и я бы все-таки здесь просто ожидал, потому что меня все-таки воодушевляет та картина, которая есть в паре XRP и биткоин. То есть здесь мы определенно пока что стоим на месте, нашли зону поддержки и, по идее, по логике, от нее хорошо-хорошо должны отбиться вверх. И, соответственно, при этом цена XRP вполне себе достигнет одного доллара. Просто дело ближайшего времени. Я бы даже не говорил про какой-то среднесрочный период. Я бы сказал, что, возможно, время идет на дни, возможно, время идет на недели, но никак не на месяцы, да. Что также нужно отметить, что если мы будем смотреть на волны Эллиотта, то они вообще, в принципе, показывают то, что XRP вполне себе достигнет 13 долларов. Вот этот график. По сути, мы видим, как здесь нам показывается цена. Также RSI. Что показывает нам? RSI сейчас находится на низких значениях. Зачастую, когда это так, то, значит, определенно цена вполне себе в будущем растет. И растет сам индикатор RSI, и только после этого следует продавать токен XRP или другой криптовалютный актив, у которого есть подобная ситуация. В целом мы видим, что здесь по XRP мы сможем вполне себе достигнуть отметки 79 центов, хотя это и далеко не первая цель. Дальше идет отметка выше 1 доллара. Соответственно, после этого коррекция, возможно, на тот же доллар. Возможно, покалывание его в район 90 центов, чтобы сбить стопы. И только потом поход наверх, выше, значит, той отметки, которая была в 2017 году, кстати, и выше, определенно, 3,5 долларов. XRP вполне себе сможет сходить. Ну, поэтому, в целом, после ряда коррекций мы сможем увидеть даже отметку в 12 долларов. Кстати, в целом здесь вот текущих это там 1555 процентов. Мы вполне себе сможем увидеть. Поэтому, на самом деле, здесь нету никаких супер сверх цифр. Я считаю, что капитализация XRP в полтриллиона долларов – это адекватно. Я считаю, что XRP вполне себе может это достигнуть. Также другие интересные новости – это то, что XRP начинает бычий подъем, и уже аналитики прогнозируют рост на 900 процентов. И сейчас в СМИ это активно вбрасывается. И, соответственно, конечно же, когда аналитики говорят, это когда тот или иной криптовалитный актив вырос – это одно. То есть, они засаживают. Например, Роберт Киасаки скажет, когда биткоин будет стоить 200 тысяч долларов, то что биткоин пойдет на полмиллиона. Понятное дело, что это идет засаживание. Никуда дальше биткоин, ну, по крайней мере, в этом бычьем цикле не сможет пойти. Но, если мы говорим тогда, когда толком XRP не вырос, и от дна он всего лишь вырос на 100 процентов на текущий момент, то есть от дна 2022 года, то мы видим, что действительно это возможно. И, соответственно, здесь мы можем увидеть вполне себе отметку в 4 доллара. То есть, здесь мы, если будем смотреть, то получается, что нам важно пройти также уровень, который у нас есть. Это доллар 94. После мы сможем отправиться на 4 доллара и даже 5,5 долларов. Хотя я считаю, что доллар 94 и тот хай, который был у нас установлен в 3,5 доллара в 2017 году, вернее, в 2018 в начале, он немаловажный. То есть, только после того, как мы пробьем all-time high, можно будет говорить о чем-то. Потому что доллар 94 – это локальный хай 2021 года. Кстати, в 2021 году, ровно вот несколько лет назад, XRP рос, и этот рост был в апреле. Сейчас у нас заканчивается март, и тоже потенциально мы можем увидеть рост в апреле. Очень интересно, как манипулятор подводит рост к тому, что он может быть спустя, значит, несколько лет в одно и то же время. Что также нужно отметить, что руководитель Valkyrie считает, что XRP ETF будет одобрен раньше ETF Ethereum. И также здесь Стивен Маккур, главный инвестиционный директор имитента ETF Valkyrie, заявил, что XRP ETF может стать реальностью раньше, чем Ethereum. Но лично мое мнение, это невозможно по той простой причине, пока мы не видим, значит, развязку дела SEC против Ripple. Как только она развяжется, как только дело замнутое, как только Ripple одержит победу, то мы вполне себе сможем увидеть XRP ETF, и действительно раньше, чем Ethereum. Потому что по Ethereum, я думаю, что у всех еще будут вопросы, тем более теперь Ethereum на Proof of Stake, всех пока что не трогает Ethereum, но это не означает, что этого не будет в будущем. Вот такие дела. Что также нужно отметить, что если Bitcoin сейчас берет ралли на 100 тысяч долларов, то есть он пробивает отметку максимальную, которую он установил, а это отметка 73 тысячи долларов, то получается, что мы увидим Ripple XRP по $1.80, то есть если это будет там 1800 сатош или около того мы сходим по паре XRP Bitcoin, то мы сможем увидеть $1.80. Что самое интересное, то есть Bitcoin стоит 100 тысяч, а XRP стоит $1. То есть у меня, естественно, есть уверенность, что если Bitcoin сейчас рванет на 100 тысяч долларов, а по сути это рост в размере на 30%, то есть 30% нужно Bitcoin, чтобы достигнуть 100 тысяч долларов. Если это так, то XRP от текущих, получается, он достигает $1, и что самое интересное, XRP при этом дает большую доходность от текущих, нежели Bitcoin. Да, ну то есть объясню, то есть от текущих до доллара XRP вам даст в отношении фиата, USDT, USD или к чему вы там торгуете в долларовой паре, стейблкоин, неважно, он даст 57% и 0,8%, а Bitcoin даст 30%. Это очень интересно, потому что многие как бы не думают, да, когда, например, сейчас покупают Bitcoin, с точки зрения там сбережения денежной массы, да, от инфляции, это аргументированная покупка, но с точки зрения заработка нет. Поэтому на самом деле мы будем видеть вот такую ситуацию. Ну и если не логарифмически мы растем, то мы вполне себе можем вырасти в район 21 доллара, это по отношению пари к Bitcoin, если это будет, если Bitcoin будет 100 тысяч долларов и XRP здесь начнет разгуливаться, то действительно он может вырасти на 21 доллара. Если логарифмически, то получается, что мы вырастем на 38 долларов, это, кстати, 38 тысяч сатош будет, поэтому здесь цели как бы на самом деле реальные, но я считаю, что XRP будет круто достигнуть там капитализации в 1 триллион долларов и пойти выше. То есть тогда, в принципе, действительно эта монета будет единственной монетой, которая достигла такую капитализацию, потому что даже Ethereum ее не достигал, ни один альткоин еще такой капитализации не достигал. То есть, как по мне, у XRP есть шансы, но для этого и нужны adoption, на самом деле, если даже не adoption, а для этого нужно, чтобы они разрулили отделосеск. Если они разрулят, то мы сможем также получить XRP ETF премиум, и значит он может вырасти в 100 раз. И если мы говорим про это, то, соответственно, здесь что мы видим, то что, значит, чат Steinberg, видно фигура в сообществе XRP, на самом деле не знаю, кто это, он заявил, что потенциально 100-кратная премия за XRP ETF вполне возможна. Здесь говорится о том, что на фоне этого оптимизма есть и высказывания других, то что XRP достигнет в это время отметки F5 долларов. И сам XRP ETF премиум, он может достичь 100x, то есть вырасти в 100 раз, а цена XRP при этом преодолеет отметку F5 долларов. И соответствующий ETF фонд может аналогичным образом залететь до беспрецедентных высот, потенциально торгуясь с ошемлемляющей 100-кратной премией. По сути, согласно этому прогнозу, акция ETF оценивается в 500 долларов. И представитель сообщества XRP подчеркнул, что такая дорогая премия за XRP ETF будет особенно существима, если будет учреждение инвестиционным продуктом XRP пользоваться. Также мы видим в сравнении с Litecoin, то есть здесь за, значит, премиум 29 долларов и 12 шаров мы получаем 349 долларов за Litecoin. То есть 1 Litecoin, то есть это 95 долларов по цене, по рынку, по споту, а премиум, спот это 253 доллара. И за это институциональные инвесторы платят. Точно так, в принципе, и работает XRP ETF, если он будет запущен. И, соответственно, поэтому я считаю, что это вполне себе возможно, но при этом нужно понимать, что там цена XRP не будет, там отметка 100 долларов. Скорее всего, это будет отметка 5 долларов, 7 долларов. Но, кстати, там возможно даже при анонсе IPO, при работе в эту сторону, да, и при решении суда и по против всех. Если это будет, то, в принципе, у XRP есть все шансы. В целом, что мы видим сейчас, то, что рынок немного, то есть, растет. То есть мы видим, что появилась волатильность у Mankoin. До этого Mankoin вообще лежали мертвым грозом, но в целом сейчас Dogecoin, кстати, пробил локальный хай, который он установил в марте. И сейчас уже стоит выше 21 цента. То есть с Shiba Inu, кстати, которую я слил, этого пока что не произошло. И здесь на самом деле рисуется такой бычий флаг, но я еще не спешу сюда перезаходить. Я бы пока что бы это не делал. На самом деле вот эти деньги 5x, которые я с Shiba заработал в размере 40 тысяч долларов, я пока что вложил в XRP и пока что жду пружину здесь. Потому что по Shiba, по перегретым инструментам, по всяким Mankoin я бы не хотел обратно дарить деньги. Потому что на самом деле, как только эти инструменты будут падать, они будут падать быстро, вообще нет смысла в это делать. И нужно отметить, что по XRP падение и коррекция биткоина, которая была до 61 тысячи долларов, она на самом деле XRP особо и не продавила. То есть XRP, ну да, он падал здесь, возьми 50 центов, 55, но в целом какого-то супер падения мы здесь не увидели. И вот недавно тоже биткоин падал ниже 70 тысяч долларов. XRP при этом сильно не валился, да, и он даже уже не заходил за отметку 60 центов психологическую. Соответственно мы здесь видим, что силы инструмента есть и потенциально мы можем здесь хорошо заработать. Поэтому вот такие дела. Вселенная часа пока и до новых встреч.